Аким Тургестанской области ознакомился с ходом строительства в областном центре. В первую очередь он проинспектировал возведение городского дома культуры. Объект планируется сдать в эксплуатацию уже в будущем году. «Устраните все выявленные недостатки и замечания. Получив заказ, нужно выполнять его качественно. Интерьеры, фасад дома культуры должны соответствовать утвержденному плану. Рекомендую приобретать мебель у местных производителей. Поддерживаю производство». Строительство дома культуры завершено на 75%. Объект, который возводят по заказу отдела строительства Туркестана, создаст условия для развития культуры. В здании предусмотрен зрительный зал на 500 мест, вестибюль, фойе, комнаты для артистов, служебные помещения, столовая, комнаты для режиссеров, художников, примерочная, кабинеты администрации, учреждения и зал для подготовки артистов. Обл. начальник также ознакомился со сходом строительства водохранилища «Сельмак». Стратегический объект планирует сдать в эксплуатацию в этом году. Он оснащен современным оборудованием, установками для очистки воды и ее подачи населению. В случае аварии водохранилище обеспечит бесперебойную подачу воды в старую часть города, а также будет поддерживать давление воды в летний период. Объект решит проблему питьевой воды для более чем 25 тысяч жителей. Президент страны Космежмар Тукаев поручил обеспечить казахстанцев водой и внедрить культуру водопотребления. «Прежде всего, следует широко внедрить водосберегающие технологии. Предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления. Вода у нас расходуется как попало. Не стесняясь, нужно изучать опыт и практику соседних государств. Обеспечение страны водой – крайне важная задача. Вопрос национальной безопасности». Дархан Сатабалде также осмотрел улицу Аль-Кожаата, где ознакомился с проектами будущих социальных объектов. На этой территории планируется строительство жилых домов, объектов предпринимательства и социальных учреждений. Глава региона отметил необходимость тщательной оценки всех проектов и строительства только тех объектов, которые будут востребованы населением и украсят архитектурный облик города.